В самое ближайшее время в Китае могут начаться работы по отведению одного из истоков приграничной реки Аргонь в озеро Далай. Проект уже разработан, и если он вступит в действие, то, как утверждают специалисты, Читинскую область ждет экологическая катастрофа. О том, как ее избежать, говорили сегодня на научно-практическом семинаре ученые Забайкалья и представители всех заинтересованных структур. Столь бурное развитие промышленности в Китайской Народной Республике не может происходить без значительного потребления ресурсов, в том числе и водных. Расположенное вблизи Манчжурья китайское озеро Далай уже обмелело, и чтобы спасти его и, соответственно, наладить производство воды, жители Поднебесной разработали проект, по которому существенная часть стока реки Хайлар, а по нашему Аргонь, должна быть переведена к озеру. Начало строительства канала намечено на первую половину этого года. Забайкальские специалисты бьют тревогу. Если проект будет реализован, нас ждет экологическая катастрофа. Оценки наших экспертов показали, что реализация этого проекта нанесет очень большой ущерб Читинской области в случае зрения социальной, экологической, экономической и даже геополитической. Кроме того, мы ожидаем также глобальных экосистемных негативных изменений в связи с реализацией этого проекта. При отведении стока в Китай водный объем реки уменьшится в несколько раз, а значит, в приграничном поселке Забайкальск начнутся перебои с водоснабжением. Лучшие на сегодня сельскохозяйственные угодья при Аргуне, где заготавливают высококачественные корма, будут засушены. К тому же, в результате снижения водности неизбежно произойдет сокращение нерестовых площадей. Следовательно, снизится и рыбопродуктивность. Для того, чтобы как-то противодействовать этому проекту или сделать так, чтобы этот проект был реализован в экологически приемлемых рамках, необходимы очень скоординированные усилия не только научного сообщества. Очень важно привлечь сюда региональные органы государственной власти, федеральные органы власти, вероятно, правительство Российской Федерации и в общем международное сообщество. Сегодня, в своем верхнем течении, на выходе из Китая, Аргунь является самым загрязненным водным объектом всей Читинской области. Это уже создает реальную угрозу для здоровья жителей приграничных населенных пунктов. С уменьшением стока положение может ухудшиться в десятки раз. Чтобы этого не произошло, сегодня обсуждение проблемы идет уже на международном уровне. Татьяна Бунина, Алекс Сукач, Вести, Чита.